29 июля губернатор Приморского края Олег Кожемяка начал свою рабочую поездку по Спасскому району и Спаску Дальнему. Первым делом он посетил предприятие Спаск Цемент, где пообщался с руководством Новоспасского цементного завода и группой компаний Восток Цемент. Очень хорошая традиция, правильная традиция, когда высшее руководство власти, нашей Приморской власти, при встрече обязательно уделяет внимание также и руководителям. Почему? Он также нам ставит задачи. Мы говорили о средней зарплате своих людей, о благоустройстве, говорили о объемах продаж, нужна ли какая-то помощь предприятию, потому что он четко понимает и говорит, что предприятия – это люди. А его первая задача, конечно, заботиться о людях. Затем Олег Кожемяков встретился с работниками предприятия. Он ответил на множество вопросов цементников, в первую очередь касавшихся социальной сферы. Горожан интересовало, можно ли построить новый дом культуры в микрорайоне имени Сергея Лозо взамен снесенного, будут ли ремонтироваться тротуары, когда снесут пустые аварийные дома и где можно отдохнуть от изнуряющей жары, если дорогу на озеро Ханка преодолеет не каждый внедорожник. Сельские жители спрашивали, сколько будет стоить подключение частного дома к газу, когда будет восстановлено водоснабжение села Воскресенко и отремонтирована дорога, ведущая к этому селу. Затронули цементники и цены на продукты, особенно на рыбу, которая некоторым спастчанам не по карману. То, что касается программы, допустим, по рыбе, то такие виды рыб, как ментай, навага, камбала, они в продаже у нас есть. То, что касается красной рыбы, когда задают вопрос, это зависит немножко не от нас, все-таки основные объемы ее добываются. У нас вообще добывается в Приморье мало, и то мы год, она считается рыбной, год не рыбный, там несколько сот тонн, что само по себе недостаточно. Камчатка в этом году лидирует. В прошлом году у них не было рыбы. Поэтому надеемся, что когда там закончится Путина, эта продукция поступит в том числе и к нам на прилавки. На отдельные вопросы отвечали главы города и района, сопровождающие губернатора в поездке. К ответу на некоторые вопросы подключался и депутат Государственной Думы Владимир Новиков. Так, одна из работниц затронула тему строительства в городе крытой ледовой арены. С недавних пор в Спаске Дальнем появилась секция фигурного катания, где занимаются много юных горожан. Только вот проводить тренировки они могут лишь зимой. И губернатор, и депутат заверили. Вопрос решаем. Вопрос по строительству в Спаске ледового дворца, и мы это сделаем, я в этом нисколько не сомневаюсь. На контроле стоит, прорабатываются вопросы проектные, привязка. Я думаю, что, может быть, даже в течение этой поездки я смогу посмотреть и место. За полтора часа губернатору задали порядка 20 вопросов, и ни один из них не касался работы предприятия. Скорее всего, это значит, что все рабочие моменты решаются здесь своевременно и без вмешательства руководства региона. Екатерина Зверева, Новости на Восьмом. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом. Продолжение следует...